Пластина для восстановления вырванной петли в шкафчике. Если проблема с вырванными петлями в домашней мебели вам очень знакома и вы хотите ее справить, то китайцы давно нашли выход из этой проблемы. Это вот такие пластины. Они устанавливаются на проблемное место и прикрывают с собой поврежденное место, где была ранняя петля. Ремонт проблемного места займет максимум минут 10, если не быстрее. Так что думаю, эта пластина стоит вашего внимания. Резьбовые заклепки. В установленном виде пришли на замену приварным гайкам. Резьбовые заклепки становятся все более популярными, поскольку они очень просты в установке и в отличие от гаек для приварки не отрываются, а остаются надежно закреплены в изделии. Установить резьбовую заклепку можно в любом месте, даже с ограничением доступа с одной стороны. Заклепки гайки дают возможность избежать необходимости использовать сварочное оборудование или специальные установки машины. Диаметры при заказе на выбор продаются по 10 штук. Отзывы положительные. Адаптер на болгарку для крепления сразу трех дисков. Идеально подойдет для шторбления прорезей под укладку кабеля. Вещь полезная, но опасная. Перед работой с таким адаптером нужно убедиться, что гайка закручена очень хорошо и все максимально безопасно. Я бы еще доработал стандартный кожух для безопасности, а то мало ли. Вы что думаете про такой адаптер? Опасно им пользоваться или стоит попробовать? Двойные щипцы для стопорных колец. Необходимый помощник во время ремонта авто, мототехники и прочего. Это полезный инструмент на СТО, в мастерской и в любом гараже. А то, что они двойные, это вообще мастхэв. Два инструмента в одном. Экономия средств и места налицо. Недорогой угловой адаптер. Расширяет функциональность и универсальность вашего инструмента. Незаменимый помощник при выполнении крепежных работ. Адаптер для бит шарнирный с держателем обеспечивает профессиональное и комфортное выполнение монтажных работ в труднодоступных местах. Имеет угол наклонов 20 градусов, что обеспечивает идеальную доступность для ограниченных зон. Намагниченный наконечник обеспечивает более удобную и комфортную работу. Такой адаптер предохраняет крепеж и рабочие поверхности от возможных повреждений при срывании биты из крепежа. Обеспечит быструю и надежную фиксацию биты. Твердосплавные коронки по металлу. Предназначены они для сверления отверстий в таких материалах, как металл, оргстекло, чугун, нержавеющей стали, ДСП, дерево, ламината и многого другого. Сверло удаляет материал по периферии отверстия, оставляя материал в центре, который при сверлении насквозь удаляется в виде пробки. Корончатые сверла – альтернатива менее эффективным и более дорогим и медленным спиральным сверлам. Корончатые сверла очень похожи на кольцевые пилы, разница лишь в материале. Коронка оснащена направляющим сверлом, что гарантирует точность во время сверления. Хорошо зарекомендовавший себя пеногенератор с более удобным использованием и меньшим расходом химии для еще лучшей пены. Основной проблемой компактных моек высокого давления является низкокачественная пенная насадка, идущая в комплекте. Это касается как дешевых китайских устройств, так и более дорогих моделей Керхер. Данная пенная насадка позволяет добиться хорошего вспенивания, подаваемой через нее жидкости. Регулировка ширины распыления осуществляется с помощью оборотной ручки, изменяющей положение размещенных внутри двух металлических пластин. Кран, размещенный вверху, регулирует подачу воды. Емкость изготовлена из качественного матового пластика. На боку есть маркировка до 900 мл. В комплекте есть сменная резьбовая втулка с меньшим диаметром входного отверстия 1,1 мм для подключения к мойкам с меньшей мощностью. Набор из восьми прецизионных плоскогубцев предназначен для профессионального использования в слаботочных системах. Высокая прочность и эргономичность позволяют использовать каждый инструмент из набора с максимальной эффективностью. Предоставленный набор мини-инструментов поможет при выполнении задач и профессионалам, и домашним мастерам. Состоит из восьми предметов, все составляющие выполнены из стали, которые обеспечивают высокое качество работ и продолжительный срок службы. Винтовой конусный дровокол под дрель или перфоратор. Принцип его работы основан на возможности шурупа легко вкручиваться в деревянную поверхность и конуса постепенно раздвигать волокна деревянной колоды. Такая штука, я думаю, в хозяйстве пригодится, если у вас дом так точно. Портативный паяльник на 60 Вт, который можно запитать от обычного блока питания, зарядного устройства или пауэрбанка с поддержкой PD, а также аккумулятора. Использую такой паяльник JALA серии TS. Работает в диапазоне от 8 до 24 Вольт. При максимальном напряжении действительно жрет 60 Вт. Греется при этом до 300 градусов за 15 секунд. Разъем питания Type-C. Есть настраиваемый таймер сна, автовыключение, настройка компенсации температуры, термоконтроль адекватный. После нагрева поддерживает заданную температуру на небольшой мощности. В общем, годная модель за такие деньги. После 11.11 сделаю обзор с тестом этого паяльника. Он уже ждет своего обзора. Набор для ремонта ламината. Перестановка мебели и когти домашних животных – вот две основные причины, которые приводят к повреждению покрытия пола. Когда речь идет о ламинате, мелкий ремонт можно организовать собственными силами. Именно для этого предназначен данный набор. Внутри пластикового кейса с защелками здесь помещены 11 брусков воска, которые отличаются друг от друга по цвету, а также паяльник для их нанесения. Ремонт заключается в плавке воска с помощью паяльника и заливке получившейся массы трещин в полу. После этого воск достаточно разгладить, чтобы поверхность оставалась гладкой. Скребки, а также салфетки для обезжиривания поверхности тоже входят в состав набора. Автомойка с насосом работает от бортовой сети автомобиля. Это означает, что мойкой можно пользоваться в условиях буквально полного отсутствия электричества. Благодаря двойному насосу давление водной струи достигает 8,4 атмосферы. Конечно, это не аппарат высокого давления, но такого давления вполне хватит для контактной мойки автомобиля. Еще одним неоспременным преимуществом является независимость от водопроводной сети. Насос забирает воду из любой емкости, будь то канистра или ведро. Благодаря шлангу длиной 8 метров, ею удобно мыть машину, не перенося минимойку с места на место. Пистолет имеет широкий диапазон регулировки от распыления до струи. Всасываемый шланг имеет в конце сетчатый фильтр, поэтому можно не волноваться, что в насос попадут посторонние частицы. В случае прекращения забора воды, насос прекращает нагнетание. Мотор-колесо. Можно закрепить его на обычной строительной тачке и радоваться работе. Ведь как многие знают, не понаслышке, толкать загруженную тачку ой как нелегко. Но с таким колесиком усилий вам понадобится минимум и заезжает она даже в гору. Девайс конечно очень крутой и полезный, но за такие деньги можно АКУ купить и на ней кирпичи, либо песок возить, вы как считаете? Ручная ленточная пила. Это переносной инструмент с питанием от розетки. У инструмента сбалансированная конструкция, удобная рукоятка и великолепные рабочие показатели. Плавный пуск и регулятор скорости делают эту пилу максимально комфортной в работе. Довольно интересный и полезный в работе инструмент. И он имеет большие преимущества над сабельной пилой. Честно говоря, вижу такую ручную ленту впервые в жизни. Принтер для печати на стенах. Никогда про такой инструмент не слыхал, а вы? С его помощью можно напечатать прям большущие изображения. Принтер справляется с шероховатой стеной и даже с кирпичной кладкой. А вот стеклянные, лакированные и глянцевые поверхности ему не под силу. Такой монстр применяет специальные чернила, устойчивые к воздействию окружающей среды, в том числе и воды. Изображение со временем станет блеклым только из-за прямых солнечных лучей. Цена, конечно, космическая, но как бизнес-идея вариант очень интересный. Бокс для хранения элементов питания со встроенным тестером. Огромное количество приборов работает от батареек и аккумуляторов. А у любителей создавать всевозможные электронные самоделки такие элементы питания могут накапливаться в действительно большом количестве. И дабы они не находились в творческом беспорядке, а также были всегда под рукой, имеет смысл приобрести специальный бокс для их хранения. Важной особенностью такого органайзера являются наличие идущего в комплекте съемного тестера, позволяющего тут же проверить работоспособность необходимого элемента. Фильтр с автозатемнением для сварочной маски. При помощи данного фильтра обычная сварочная маска без труда превращается в полноценную маску хамелеон при значительно меньших затратах. Размер фильтра позволяет без каких-либо доработок устанавливать его в обычные сварочные маски с такими же размерами фильтров. Модернизация заключается в простой замене обычного затемненного стекла на данный светофильтр. Прозрачное стекло остается, так как оно выполняет защиту светофильтра от сварочных брызг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 600 мАч и солнечной батареи, которая расположена на лицевой стороне. Устройство оснащено двумя чувствительными датчиками, обеспечивающие надежную работу устройства. Поликристаллические солнечные элементы отлично подойдут для сборки панелей самодельных солнечных батарей. В комплект выходит 10 высокоэффективных солнечных элементов, каждый из которых при хорошем освещении может достигать мощности до 4 Вт и выдавать напряжение в 0,5 В. Максимальная сила тока 8,2 А. Самодельную солнечную батарею можно использовать на даче или за городом, как источник питания для зарядки ноутбука или телефона. Также с их помощью можно организовать уличное освещение дачного участка. Высоковольтный преобразователь. Этот компактный цилиндрический преобразователь способен выдавать до 400 кВт. Его можно взять за основу шокового устройства для отпугивания собак или людей. Также на основе этого модуля возможно создание компактной электронной зажигалки, которые сейчас очень популярны. Этот повышающий преобразователь способен пробивать до 20 мм воздуха, что, согласитесь, немало. Потребление тока достаточно велико, может доходить до нескольких ампер, так что запаситесь мощным источником энергии. Набор для восстановления резьбы. Поможет вам без особого труда восстановить внутреннюю метрическую резьбу. В таких ситуациях, когда рассверлить отверстие и нарезать новое резьбовое отверстие большого диаметра не представляется возможным. Такое приспособление куда более выгодно в сравнении с наборами, представленными на российском рынке, так как цены на фирменные аналоги значительно выше, что, судя по отзывам, далеко не всегда оправдано качеством инструмента. Кроме того, в случае, если резьбовые вставки закончатся, вы также без труда сможете их приобрести на Алиэкспресс.